И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, собственно, на сервере Томагочи с модом Анунаки. И, знаете, я тут сидел-сидел и думал, блин, а что же снять такого? То есть у меня времени мало, а снять серию нужно, и не просто какое-нибудь говно, типа, как я строю маленькую халупу. Потому что реально мне пришлось построить маленькую халупу вот такую вот, ну как маленькую, но она сравнительно большая, как оказалось у меня в итоге. И вот здесь что, у меня не дымоход, у меня здесь просто сверху почему-то не ставил с крыши, и мне пришлось сделать вот так вот. И у меня-то, короче, это замануха для врагов, чтобы они лазили по крыше туда, упали, и в итоге не могли выбраться оттуда. Ха-ха-ха! Вот. Как говорится, привет, Санте. Ха-ха-ха! В общем, что же думал снять такого? И, знаете, ой, пролаг. И единственное, что мне пришло в голову, чтобы я смог снять за своё оставшееся время до того, как мне пойти спать, потому что серии нужно выпустить, а время полвторого ночи, и, к сожалению, у меня нет времени что-либо делать глобальное, тип о томления, я решил снять о том, что же всё-таки изменилось в моде Анунаки и после введения этих долбаных, драных, сраных змей. Это, так сказать, убьёт сразу двух зайцев. Во-первых, те, кто не знали, тело знают, а во-вторых, те, кто знают больше, подскажут мне куда намного больше. Вот. И я, собственно, сам буду об этом знать. Ну что, погнали по тем пунктам, немного по которым знаю я. Кстати, я уже хотел начать лететь, но я вспомнил кое-что. Во-первых, спасибо ещё раз от Зака за то, что он мне подарил альфа-анкилу. И, кстати, я посмотрел, я точно ещё не замерял, не было возможности, но вроде бы альфа-анкила, какой у неё левел, какой у неё левел, 663-й уже, я ей вкачиваю урон, и вроде бы она... Получается, во-первых, она бегает быстрее, чем моя бодас-анкила, где там она родненькая моя. Вот. Так, кстати, ты какой там? Ты мужской пол, а ты... Ты тоже мужской, отлично. В общем, вроде бы она быстрее, ну, бегает она точно быстрее, а вот бывает, я пока что не уверен. Но мне что-то подсказывает, она в чём-то даже лучше. Точно не замерял, потому что надо вместе бегать, так сказать. То есть, вот взять её, её, на борт загрузить и... Лететь, короче. Точнее, его и его. Вот. И что ещё, что ещё, увидел наш Рудольф. Он мне подарил топового Рудольфа, 825 левел. Кстати, здесь ещё тайный экспириенс потен, так что тоже прикольным. Так, вот это надо выкинуть, нафиг. Вот. И, собственно... Подарил мне этого Рудольфа, которому я, понятное дело, буду вкачивать скорость. Так как выносливость ему нет смысла вкачивать. Постоял и отрегинилась. Немного здоровья до 15 тысяч догоню, а остальное я буду скоро скрыть. Но ближний бой 800 тысяч. В общем, добывает чувак солому отменно. Это я вам так смогу сказать точно. Даже заранее. Вот. Поэтому я побегу на нём. Ну, в общем-то, и полечу я вот в этом. Штурмовая винтовка, чтобы хоть как-то соответствовать... Ой, я там чужать хочу, что ли? Ведь хочу. Чтобы хоть как-то соответствовать образу такого Деда Мороза из арка. Вот. Такого-то... Ха-ха, чёрт побери. Меня прикал вот такой костюмчик. Не зря я его сделал. Так, давайте-ка сейчас сразу же вкачаем. Ну, кстати, на Рудольфах это никак не отобразилось сразу, говорю. Забегая вперёд. Так, мне нравится, когда число полное. И, ну чё, дальше, 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 дальше. По сути, всё равно нет смысла качать. О, Чан. В какой-то веки появился. Вот. Только надо хавку немножко. Что-то босс делает пауком гигантский. О, босс появился! Слушайте, а давайте-ка посмотрим тогда. Давайте-ка посмотрим. Так, короче, возьму, я как-то. Потому что я этих боссов говорю... Ну-ка, ещё раз. Этому-то наики советую прочитать, что это тебя ждёт. А, ну он в целом, в целом говорит. Ладно, давайте посмотрим. Потому что босса вызывает, это только админ смог. Посмотрим на болоте, если они... Ну, собственно, раз уж тщательно об этом заговорили, то первое изменение, это дождь из змей. Если бы ты построился около болота, и думаешь, что... Неважно, какую я сделаю оборону, ко мне всё равно не подойдут, да? То есть, я там построю сраного тут же в стену, но ко мне просто змеи не заберутся. Чёрт Ас-2. Дождь из змей. По-другому это назвать нельзя. Только что к Чубаку, ну, только что, минутку, примерно две, наверное, минутки две назад к Чубаку залетела змея в загон, и ей было срать, что там остается сраного туча стен. Просто залетела в загон. Вот. Как говорится, что хочу, то и ворочу. Вот. Сейчас мы убежим к нему, и заодно давайте смотреть на наличие больших паучьих, паучьих боссов. Вот. Конечно же, у меня пролаги, как обычно. Кстати, я купил себе жёсткий диск. Всё нормально, всё хорошо. Но надо в выходных дождаться, чтобы его установить, всё переделать. Ну, давайте смотреть. Допустим, вот этот островочек. Здесь всегда странного тучи змеи стоит. И... Ой, странного тучи этих... О, спина бегает развиться. Молодец, давай, глуши. Собственно, я думаю, благодаря тебе у чувака змея и появилась в загоне. Вот. В общем, на этом острове всегда одна-две паучихи была. Видите хоть одну? Нет, к сожалению. Ну, только около десятка змей, это хорошо. Вот. Погнали дальше. Здесь паучих не нашли. Там, я думаю, мы и не найдём. На том острове уж тем более. Вот. Потому что гладиолуса. О, а чё там? Лягушка, что ли, бодасовская? О, точно. Ядовитая лягушка бодасовская. Прикольно. Я бы притомил, но очкова туда спускаться. Вот, пожалуйста. Опять летит змея. Я, кстати, когда здесь на кицеле летаю, я постоянно думал, блин, как и чё будет, если ко мне змея прям... Прям на меня упадёт. Что делать? Так. Чё там за кицель? А, там обычная кицель. Ну, ладно. Я ищу чемпиона большого лево просто. Вот. Вот, собственно, тот самый островочек, где чувак отстроил огроменную базу себе. Всё хорошо, но... Змейка хотела к нему приземлиться. Вот. Вот так вот у него база огромная выглядит. Она прогружается очень долго и всегда очень долго прогружается. И какого фига у тебя здесь нету? Стекла. Чё-то не доделала, что ли? Ну, ладно. Вот. Собственно, взяла к нему змея, которая упала, и всё хорошо. Потому что захотела упасть туда. Вот. И это нормально. Ну, а паучков, как мы уже заметили, просто сраного тучи, да. Прям ох, как много пауков. Кстати, мелких пауков здесь тоже я не замечал. Когда на гиге бегал, я здесь мелких пауков не заметил. Я сраного тучи пауков нашёл только в ледяной пещере. И всё. То есть, на данный момент пауков нет. А если вы есть, то их сжирают змеи, прежде чем успеваешь до них добраться. Вот такой вот мой вердикт по змеям на болоте. Ну и... Точнее, по паукам на болоте. Вот так вот будет правильно. Давайте дальше. Кстати, из мною замечено факторов. Спинозавров как будто бы немного побольше стало. И... Чё это за спина? Ой, да ладно. Это ты... Матёрый спинно, такой жёлтенький спинно, да? Бадас жёлтенький. 220-го, 220-го левела. Прикольно. Ну, я уверен, что если фониды живут до адзака, когда он придёт, он стопудово себе притомит. Тем более, если альфач, 55-й левел бегает, так что... Если фониды доживут, я думаю, он их будет себе томить. Учитывая, что это около его базы, собственно, я не мог, раз пробегая рядом, не мог мне показать то, что... Вот, вот, видите, ворота, да? Вот те ворота, которые я ему стряпал, так сказать. Поэтому... Да, я ему тоже помогаю. Чем могу, конечно, но помогаю. Вот. Как раз тогда весь камень встрал к чертям собачьим. Вот. Такие вот дела. Кстати, я не понимаю, нафига ты так ворота поставил? Что-то здесь ворота понаставил. А, ты, наверное, типа сначала маленькие ворота поставил, а потом решил, что надо большие ставить. Ну, в общем, чем смог, тем помог, и вот такие вот дела. Вот такую он себе... А, вон где ты маленький ворота поставил. Понятно. Вот такой вот базовый он себе отгрохал, ну, так более или менее, и на том хорошо. Самое главное, что змеи не залазят, и спинозавры не забегут. Такие вот дела. Ну, кстати, спинозавров почему-то реально больше, нежели обычно. Не знаю, так оно, из-за змей ли это, или же нет. Не мог не показать, я сначала смотрю, думаю, что это на дрейках делают. А они тут шляпника убивают. А я тут, как Санта, наблюдаю со стороны. Ну, почему будет? Там два дрейка, Санта, шляпника убивают. А я так, мимо пробегал. Ну, музыка, зараза, опять исправили, и она орёт, чёрт побери, как громко. Это просто до невозможности. Было нормально, тихо, спокойно, но, такие вот дела. Ну, ладно. Собственно, я же не просто так сюда прилетел, на шляпника посмотреть. Собственно, я даже не знал, что есть шляпник здесь. Я прилетел рассказать о том, что люди очень стали часто жаловаться, что невозможно найти зелёного птера. Лично я своего птера здесь, вот, вот, вот прям здесь где-то нашёл. Вот прям вот здесь где-то я его и нашёл. и я не составил большого труда. Над водой здесь летал один, туда прилетел, там полетал ещё один, над берегом летал ещё один, и реально у меня не составило труда найти птера. У людей, как сказать, те, кто знают, где находятся птеры, бадас, зелёные птеры, если кто не понял, вот, ядовитые, для томления помогающие. В общем, те, кто искали, не могут найти таких птеров. Опять-таки же, я не знаю, как вариант их просто количество уменьшилось, потому что, к примеру, там вот бегает бадас, зелёный аргентавис, я эту тварь притомлю за то, что, чисто за то, что этот козли, когда я его зацепил, случайно, ну, как случайно, специально, вот, посмотреть, что будет, я кое-как от него убежал, просто ноги в руки и шкаребанул от него. Вот. Ну, собственно, от бадас-птеров зелёных мы плавненько переходим к Додорексам. Также люди начали говорить, начали и не заканчивали, собственно, говорить о том, что где, мать его, Додорексы? Не могут найти Додорексов. Не помню, показывал я это видео хоть в каком-то или нет, если показывал, то напишите в комментариях, да, чувак, ты показывал типа видео. Вот, я надеюсь, вспомнил. Вот так и напишите, показывал видео. Вот, а то иногда вы пишете что-нибудь, отвечаете мне на вопросы, я такой, опа, а что я вообще спрашивал? А что за фигня? Ну вот, иногда вспоминаю, а иногда нет. И вот, в общем, здесь было сраного тучи Додорексов. Их было тонны, они были везде, от них было не избавиться, и, знаете, я не думал, что я буду по ним скучать. Почему? Потому что когда их тут было сраного тучи, то они мне нафиг не нужны были, а только они мне начали нужны, собственно, как и паучихи огромные, то а них нету. Ага, все, нету, нету Додорексов. Не надо их больше мне. Типа. В общем, побегав немного, поискав, опять-таки же, почитав чат, я понял, что есть в Додорексы и есть, то его либо заспаунили, либо он какой-то здесь один бедный бедолага, которого замызгали, заюзали, и все, он, короче, прячется где-нибудь и боится вылазить. Вот, ну, это, конечно, шучу, но, суть, думаю, уловили. Додорексы тоже куда-то вот, испарились немного. Ну, и, собственно, как видите, бодац Птеров здесь тоже, ну, не очень нормальное количество. То есть, ноль. Обычные Птеры, да, летают, поэтому искоренять их, все дела, это тоже выход. поэтому, как говорится, с Птерами проблему решить можно, просто всех Птеров искореняешь, и рано или поздно заспавниться нужно, бодас. Но только нужно потратить время. То есть, раньше они сами появлялись, а то что-то как-то дерьмо. А, хотя, опять-таки, раньше появлялись благодаря Додорексам, да? Как вариант, благодаря Додорексам они и появлялись, поэтому такие вот дела. А вот, а сейчас просто Додорексов нету, убивать некому, они ничего, побежали, дыхнули, ваншотнули, и все, поэтому Птерами успевали убегать. В общем, так как чистить некому, поэтому и с Птерами появилась проблемка. Ну вот, Додорексов, как видите, ни одного нету, я вот уже сколько вот летаю, тоже ни одного нету. О, а ты кто? Ты просто зеленый, да? Да, ты просто зеленый скотина. Ты просто зеленый скотина. Да, ты просто зеленый. Я часто путаюсь, потом уже смотрю, вроде бы, раскраска и тускло слишком. Но, как бы, все равно я хочу убедиться. Вот, ну, собственно, все сами прекрасно видите, нету Додорексов. Что означает, очень, 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 очень плохо. Потому что, мало того, что они исчезли, так еще и Бодас Птеры исчезли, потому что, ну, убивать обычных Птеров некому. О, а, ну, это Дрейк, Господи, это Дрейк, это Дрейк, который там летал. Да. Кстати, с Бодасами, походу, проблем как таковой нету. Если что-то пошло, то вот там валяется труп, вот, видите, зеленый, это многоножка. То есть, по сути, это Бодас, как она, сколопендра не доделала, не знаю, как они обзываются. В общем, валяется именно зеленое, что означает, с Бодасами проблем нет. Самое главное, искоренять их, и они будут появляться. Что, несказанно, радует. Это реально радует, как ни крути. Вот, ну, они там, бедолаги, мучаются, убивают этого Рекса, что ли? Он там, ну, под водой, он любит лазить. Я говорю, я его один раз встретил под летающим островом, он там плавает, там у себя водичка плавает. Да уж, лавун недоделанный. Ладно, погнали дальше. Ну, и чтобы не быть простословным, я немного полетал по берегу. И самая главная проблема с появлением, так сказать, с новым обновлением, это, конечно же, исчезновение Додо. Голден Додо. Вот, кстати, Бодасик, видите, Тера. Отлично. То есть, с ними проблем нету, так что все нормально. Самое главное, не тупить и зачищать обычных Тера, чтобы появились Бодасы. Ну, а Голден Додо, да, это проблема, я не нашел его. Я до этого, может, искал, пыжился, не нашел. Они, вроде бы, как есть, но, извините, один Голден Додо на весь сервер, грубо говоря, вот, потому что найти их очень тяжело, если бы и есть они, то очень тяжело. То есть, как я уже сказал, грубо говоря, один на весь сервер, именно, дикий, поэтому, такая вот проблема. Кстати, кстати, из того, что я не упомянул, у Бодасов изменили ауры, а точнее, отключили, чертям собачьем, ауры, дающие защиту от холода. То есть, теперь синие Бодасы, они не дают защиту от холода. Нет, чувак, все, тебе не надо защиту от холода, иди ты в задницу. Вот, зато, вроде бы, огненные увеличивают дамаг. Что-то типа того. Хотя не факт. Вот, поэтому я, как бы, сильно не разбирался в этом, сильно не вникал. Вот, ну и, собственно, понятное дело, сильно не следил за этим всем делом. Но, как я уже сказал, голден додо, нету. Мы где-то их, как говорится, потеряли, просрали. Но, опять-таки же, люди говорят, это из-за того, что появились индейки. Хорошо, посмотрим, когда исчезнут индейки. То есть, сейчас вот ивент пройдет с индейками, вроде бы он еще идет. Сейчас по берегу пройдемся, и посмотрим. Вроде бы, ивент еще идет, и вроде бы как, эти индейки заменили голден додо и додурексов. Что-то, типа того, кто-то говорил, выдвигал такую теорию. Хорошо. Теория вполне адекватная. Эй, флипер, ты что там выпрыгнул? Насовалили бедолагу. Вот. Теория, я бы даже так сказал, вполне внятная. И списывать все на бакнутых змей, это глупо. Поэтому, да, стоит подождаться. Но, опять-таки же, я что-то и индейки-то не вижу сильно. Ну, ладно, индейку мы сейчас поищем. Вот, пожалуйста, бадасина летает. Огольная. Ты же огольная бадасина, да? А нет, ты просто, просто похожий. Ты фальшивка. Вот, просто цветная фальшивка. Вот. Давайте посмотрим. Вот, индейка. Да, вот на индейке бегают все нормально. Индейки еще есть на сервере. Собственно, я при заходе видел там то, что этот значочек еще показывает, что ивент идет. Посмотрим, из-за ивента или же из-за дебилизма разработчиков аннаки-мода у нас мы лишились вот таких прекрасных дудорексов в огромном количестве. Да, дудорексы. Кстати, заходит, не заходит? Эх, нуб. И не заходит. Жаль. Жаль, печаль. Ой, надо написать, короче, чтобы зашли, чтобы хоть как-то базу им не разрушили, потому что жалко будет. Вот, таких, понятное дело, мы уже тоже не увидим и тяжеловато будет притомить вот такого. Потому что не имея определенных, так сказать, определенных динозавров, того же самого ядовитого птера не имея, вы не сможете кого-либо притомить на ранних парах. Да, потом вы как бы с этим справитесь и справитесь. Но на это уйдет немного дольше времени. Также не имея Golden Dodo, вы не сможете притомить каких-то определенных особей, что означает тоже, опять-таки же, да, вы справитесь и справитесь, но все же сложнее будет и так далее. То есть пока что на данный момент либо это период такой предновогоний дерьмовый, что все плохо и модно косячен, и этих индюшек этих вели, все плохо, короче. Либо реально все плохо. И разработчики мода так накосячили, что убрали практически всех, кто хоть как-то мог помочь. И змеями накосячили, и всяких дудошек до бадасов уменьшили респ. Вот. Ну и тем более рексов. Ну такие дела, народ. В общем, для чего я вообще записываю это видео. Напишите в комментариях, что вы заметили. Вы смотрите других ютуберов по арку, вы сами играете, и 100% вы знаете куда больше, нежели я по тому, что изменилось. Вот. Ну реально, спаун уменьшился, я думаю, это из-за того, что там додорексов нету. Ну вот, поэтому, собственно, все и изменилось. Вот. И ничего более. Поэтому с бадасами, думаю, проблем нету. Остается только проблема решить с курицами. Вот. В общем, напишите в комментариях о том, что еще изменилось, и в следующих видео я, если бы, конечно, не забуду, я расскажу о том, что же еще дополнительно изменилось в момент того, что, так сказать, я увидел на этом голодном моде. Вот такие дела народа. В общем, что, в общем, что. На этом уже все. Вот так вот Санта с вами прощается. Кстати, прикольно, когда ты поворачиваешь голову, камеру, он, олень, голову вообще не поворачивает. Он как движет голову, так вот, держит голову, так и держит. Ему вообще срать. Ой, ё-моё. Вот такие дела народа. О, кстати, прикольно. В общем, на этом я уже буду с вами прощаться. Да, серия, возможно, вышла дебильная, но, к сожалению, у меня не было времени ничего сделать адекватного и продуктивного, чтобы показать что-то адекватное и продуктивное, потому что у меня сейчас два часа ночи, и это всё плохо. Мне через четыре часа вставать на работу, так что уж извиняйте, но как вышло. Вот, кстати, завтра я, как вариант, хочу запустить стрим. Стрим не здесь, стрим, я хочу посмотреть, что-то как изменилось на одном из серверов, на каком вы узнаете из названия стрима. Вот. Ну, в общем, на этом я уже с вами буду пожалуй прощаться второй раз. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, потому что ваши комментарии мне нужны в том плане, что узнать, что ещё изменилось в моде, потому что как вариант, даже у вас есть больше времени почитать статьи о Анунахе моду. Всё. В общем, народ, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok